Счастливым номером выйдет еще и в красном Бибе на старт. Ну а нам напоминают о том, как все было и было, в общем-то, не так давно. Раф, знаменитейший Рафаэль Пуаре, блистал на всех без исключения, на трассах, на этих в том числе. 25 лет в мире биатлона. Биатлон — это очень компактный такой мир, закрытый мир во многом. Я закончил с биатлоном, когда Мартан Фуркат начал выигрывать. И могу сказать, что сначала я как-то так воспринимал это немножко ершисто, что за парень пришел, сейчас побьет все мои рекорды. Но с течением времени вот этот момент соперничества заочного даже, может быть, он уходит. И в конце концов ты приходишь к какому-то философскому пониманию, что твоя карьера уже закончена. И она была все-таки очень-очень хороша. Но жизнь в большом спорте продолжается. Ну и я бы не сказал, что, в принципе, мы там подружились, допустим, да, и знаем друг друга, но не настолько хорошо. Но, тем не менее, сейчас я уже спокойно и позитивно наблюдаю за тем, как Мартан атакует результаты, достигнутые мной, достигнутые Ульяйным Бёрндаленом. Ну и я бы сказал, анализируя, это уже, как говорится, на холодную голову, я бы сказал, что он очень-очень стабилен. Это его самое, наверное, сильное, что есть. Очень быстро бежит и очень психологически хорошо стреляет. Особенно, ну вообще, он варьирует ритм, он очень большой мастер, конечно. И эффективность его лыжной техники, я бы сказал, она действительно техника 21 века. Ну и если бы здорово было бы выступать с ним под одним флагом и в одно и то же время, тогда бы, в общем, вообще была бы команда непобедима. В эстафетах в особенности, предполагает Раф, легендарный Рафаэль Пуаре, который...